Дурной человек страдает от дурных мыслей, а боец от дурных ударов. Приветствую вас, ломающие бетон термиты. С вами Федорович, а в этом видео мы насладимся невероятными моментами из муай-тай. А для тех, кто слышит о нем впервые, скажу лишь то, что это самый жесткий вид ударных единоборств, где разрешены удары руками, ногами, локтями и коленями, а также клинчи-скрутки. Но нет партера, что делает его очень зрелищным. А почему, сейчас увидите. Если ты очень ждешь друга, не принимай стук своего сердца за топот копыт его коня. А если боец очень хочет нокаута, не нужно недооценивать противника. Во втором раунде Тибоу провел отличную серию из колен и локтей, отправив Тен Гьена на канвас. И, конечно же, хотел сразу доделать начатое дело. Вот только Тенг решил отыграться и сам зашел с левого локтя. Но ударив по воздуху, сразу добавил правый локоть с разворота, отправив обидчика в страну единорогов. Если жизнь не клеится, своим гвоздем на все забей. А вот бойцам нужно забивать друг друга. И чем быстрее, тем лучше. А то с тобой поступят так же. В поединке Прайса против Леката зрители увидели то, что можно созерцать, как затмение солнца, раз в 10 лет. Лекат доминировал в бою и, казалось, вот-вот отправит Прайса на канвас. Но не тут-то было. На подготовленный в наступлении локоть Леката, Прайс неожиданно выбросил правый кросс. И оба бойца рухнули на канвас. Но первым поднялся Прайс, а значит и победа его. Есть человек, ничего не прибавилось. Нет человека, ничего не убыло. Так же и с бойцами. На одного больше, на одного меньше. Никто не заметит. Но есть и такие, которых будут помнить по одному бою. В поединке Чао Рая против Сакбурирама зрители не переставали восторгаться тем, что происходило в третьем раунде. Чао Рай четко попал правым локтем, от которого Сакбурирам поплыл. После чего Чао Рай начал развивать успех и зарядился в пулеметную серию ударов, засыпая противника градом пушечных выстрелов. Большинство из которых четко попадали по чердаку. Но Сакбур даже не думал сдаваться или падать на канвас. А как вы уже догадались, рефери в боях по Муайтай дают возможность бойцам остаться без головы. Здесь нет остановок, как в боксе. Несмотря на всю жестокость ударов, Сакбурирам продержался до конца раунда. А на четвертый вышел в надежде отомстить. И у него это получилось. Четкий левый сбоку сразу отправил Чао Рая в нокаут. Одна голова хорошо, а с мозгами лучше. Но в таких зарубах эти мозги можно и потерять. Бой Янгуа против Киат Макао был очень динамичный. Никто из бойцов не хотел уступать и оба шли в тяжелые размены. Но в одном из моментов Янгуа делает очень неожиданную вертушку ровной ногой и просто скашивает Киат Макао, как железная коса невинный одуванчик, отправляя в глубочайший нокаут. Нельзя относиться к жизни серьезно. Все равно живым из нее не выйти. Поэтому бойцы готовы умереть в ринге. Поединок Абдурахмана против Кокли порадовал зрителей отличной зарубой. Два раунда мужики рубились кость в кость, не давая друг другу передохнуть. В третьем раунде Кокли удается отличная комбинация локтем в голову и апперкотом в живот, которая заставила Абдурахмана согнуться, а рефери открыть счет. Но в следующем же моменте Кокли попытался добить соперника локтем с разворота и сам же улетел в нокаут от этого удара, который удачно провел навстречу Абдурахман. Нужно уходить по-английски, пока вас не послали по-русски, а бойцу нужно отправлять в нокаут, пока его не отправили самого. Конечно же мы вспомним невероятное торнадо от Туху, которое вдвойне невероятнее тем, что противник у Джонатана был гораздо выше и больше, чем он. Туху пришлось принять немало ударов руками и коленями на себя, пока он выждал момент и всадил свой невероятный торнадо-кик. Решение о женитьбе Решение о женитьбе – это последнее решение мужчины, которое он принимает самостоятельно. А вот бойцу приходится принимать решение в каждом поединке самому. Умопомрачительный рубероид в бою Ситманчая против Гайнагадао заставил всех зрителей встать со своих мест и восхищаться стойкостью, выносливостью и мастерством бойцов. Мужики без устали выбрасывали огромное количество ударов, постоянно добавляя лоу-кики. Ситманчай поджал Гайнагадао к канатам, но тот и не думал уходить в защиту или сдаваться. Он точно так же яростно отвечал, наделав сечек обидчику. Но неожиданный хай-кик после регулярных лоу-киков отправил таки Гаяна на канвас. Чем со всеми спорить, лучше одного побить, а бойцу нужно всех победить, чтобы поспорить за один пояс. Легендарный Йорт Сила в бою против Хэбэйсона продемонстрировал отличную технику и бойцовской ай-кью, когда сначала фронтом загнал противника к канатам, а потом нанес обманный хай-кик, который, несмотря на отсутствие замаха и, казалось бы, свою легкость, имеет невероятную нокаутирующую мощь. Когда есть деньги, виной друзья найдутся, а когда у бойца есть характер, фаны появятся. Невероятный бой Пуйформана против Соя продемонстрировал всю суть муай-тай и жесткость его бойцов. Мужики, как два нерушимых титана, без остановки и устали, обменивались жесточайшими ударами руками, локтями и коленями, огромное количество которых доходило до головы. Но бойцы как будто их не чувствовали и продолжали идти вперед друг на друга. Мужики, как два нерушимых титана, Десятки локтей, прилетевших в цель, наделали кучу сечек, кровь из которых заливало лицо, но это как будто пацанов только веселило и никто из них не упал. Если сомневаешься в человеке, не веди с ним дела, а если ведешь, не сомневайся. Так же и у бойцов. Нужно быть уверенным в себе и не сомневаться в силах оппонента. Джайан Гадао в бою с Петфаном Рунгом показали невероятную стойкость, мощь, выносливость и характер, обстреливая друг друга мидлкиками, от которых не только трещат кости оппонента, но и собственные голени, когда попадаешь в колени или локти. Поэтому такая работа требует особого мастерства. Кто попадал, тот поймет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какую невероятную стойкость проявляли вы. А поддержать канал и получить мою благодарность с зарядом силы Чи, вы можете, став спонсором канала по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Вкрутить плечо при ударе, выбросить ручку и обязательно вкрутить кулак. Удар, вернулись. Шаг, удар, вернулись. Мы работаем двоечку. Бам-бам! Пробили, попали, закрыли противника. Пробиваем ему печень. Бум! Вернулись в стоечку. Печень пробили, он локти опустил, подсел немножко, то есть прикрыл после нашего удара. В открытые перчатки бросаем правый прямой. Споймал, все внимание ушло на голову и мы добавляем сюда правый локтик, отбиваем ногу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...